друзья всем привет в этом видео я хочу поделиться с вами очень важной информацией о том как украинцам которые застряли за границей вернуться домой в связи с тем что украина закрыла государственные границы для того чтобы предотвратить распространение коронавируса в украине и так в этом видео я отвечу на несколько вопросов их примерно будет 5-6 о том же какие появились а спецрейсы которые государства организовала совместно с авиакомпаниями где эту информацию посмотреть и как получить же эти билеты чтобы украинцы могли вернуться домой итак первый вопрос который касается этого видео где посмотреть официальную информацию о этих спецрейсах значит первый источник который является самым главным источником этой информации это сайт министерства иностранных дел украины значит на сайте министерства иностранных дел украины есть одна новость в которую постоянно вносятся разъяснения о той ситуации которая сейчас происходит и какие меры предприняты так вот в этой новости 18 марта появилось обновление о том что министерство иностранных дел украины совместно с авиакомпании sky up организовала несколько рейсов для того чтобы вернуть украинцев из-за границы домой и так здесь у нас есть перечень этих городов откуда будут выполняться эти рейсы кроме авиакомпании sky up есть и другие авиакомпании которые будут выполнять спецрейсы для того чтобы вернуть украинцев домой но именно подробная инструкция по авиакомпании sky up присутствует все-таки на сайте министерства иностранных дел украины и об этом мы дальше поговорим подробно а по остальным городам откуда будут эвакуировать украинцев разъяснения подробного нет поэтому скорее всего эта информация будет предоставляться непосредственно украинцам которые находятся в том регионе в том городе в той стране что указаны в этой информации поэтому эту информацию скорее всего будет именно посольство украины предоставлять непосредственно украинцам и так еще один официальный источник по этим спецрейсом которые государство организовала совместно с авиакомпании sky up находится на официальном сайте авиакомпании sky up в разделе новости на этой странице авиакомпания sky up дает подробное разъяснение какие же будут выполняться рейсы какие будут даты из каких городов будет этот рейс вылетать в украину значит смотрите также авиакомпания sky up дает подробное разъяснение по перелету и что можно взять пассажиру для того чтобы его пустили на этот рейс а именно авиакомпания говорит что в один билет будет входить только один зарегистрированный багаж весом до 23 килограмм ну и плюс ручная кладь естественно как правило принципе как бы это не вся информация вот это только часть больше ее часть будет именно в самом билете когда вы его оформляете значит ссылочку естественно на эту страницу я обязательно размещу в описании к этому видео если вам нужно эта информация обязательно переходите в описании опускайтесь под этим видео в описании и там вы сможете перейти на официальный источник этой информации дальше ребята еще один официальный источник с разъяснением что нужно сделать для того чтобы получить эти билеты находится также сама на сайте министерства иностранных дел где дмитрий кулеба говорит в своем разъяснение о том чтобы украинцы которые застряли за границей в этих странах переходили на официальный сайт sky up и оформляли там эти билеты естественно ссылку на разъяснение дмитрия кулеба тоже будет в описании к этому видео поэтому если вам нужно посмотреть эту официальную информацию обязательно переходите под видео и переходите по этой ссылке вы попадете на сайт министерства иностранных дел где опубликована эта новость дальше друзья разбираем вопрос как же выглядит сайт авиакомпании sky up если вы его еще не видели и как на этом сайте получить эти билеты и так значит главная страница сайта выглядит вот таким вот образом и для украинцев которые застряли за границей авиакомпания значит сделала отдельный раздел со спецрейсами значит смотрите в верху есть такая вкладка все рейсы нажимаем на эту вкладку принципе вы сразу попадаете на страницу с этими спецрейсами которые государство организовала совместно с авиакомпанией sky up для возвращения украинцев домой значит на этой странице у нас имеется принципе все рейсы которые будут выполняться в этот период после 17 марта для того чтобы вернуть украинцев домой здесь вы можете выбрать подходящий вам рейс и тут вы его можете купить да это не бесплатно и вопрос цены мы разберем чуть-чуть наверно позже и дальше ребят давайте разберем подробно процесс оформления самого билета на сайте авиакомпании sky up да если кто-то уже этим пользовался принципе этот момент видео можно пропускать а тем кто видит сайт первый раз ну и вообще как бы вдруг какие-то есть вопросы ну посмотрите обязательно этот фрагмент видео чтобы вам было все понятно как происходит процесс оформления билета авиабилета на сайте авиакомпании sky up значит давайте возьмем любой рейс который есть в этом списке и подробно пройдем полностью все шаги по оформлению этого билета примеру возьмем из вены в киев рейс нажимаем прям на эту страничку и нас переходит на страницу оформления этого билета тут нам нужно нажать изначально на сам этот рейс для того чтобы вы могли выбрать этот билет после того как здесь появилась галочка мы нажимаем далее и нас приводит на страницу где нужно внести паспортные данные и по желанию можно выбрать доп услуги значит можно выбрать место это от 149 гривен можно там заказать доп питания можно заказать доп багаж давайте разберем примеру выбора места нажимаем на эту иконочку и нас переводит на страницу с выбором места вверху справа здесь указаны цены за конкретные места в самолете поэтому если вы хотите выбрать какое-то конкретное место зависимости где она расположена в самолете она имеет определенную стоимость самая дешевая 149 гривен самое дорогое место 445 гривен примеру как правило очень часто интересует места у запасного аварийного выхода значит если вы выберете это место она будет по стоимости самое дорогое 445 гривен и когда вы выбираете вам выдаст информация кто может лететь на этом месте нажимаем продолжить все вы его выбрали и он попал вашу корзину давайте отменим и просто оформим билет без выбора мест то есть вам авиакомпания ри регистрации на рейс в аэропорту просто присвоит любое место в случайном порядке нажимаем продолжить значит вводим ваши паспортные данные давайте для примера заполним произвольными данными смотрите тут обязательно вносите свои паспортные данные которые указаны в вашем загранпаспорте и старайтесь делать все без ошибок я увожу просто произвольные данные для того чтобы просто показать вам пример значит все заполняем проверяем чтобы все было правильно срок действия паспорта и нажимаем далее дальше нас появляется страничка где нужно нам указать обязательно email на который придет этот билет обязательно его укажите два раза и правильно потому что если укажите неправильно система просто не пропустит вас вас дальше и тут мы указываем номер телефона ваш контактный тоже обязательно укажите его правильно чтобы вдруг чего авиакомпания могла связаться с вами и дать оперативную информацию значит если вы хотите выбрать себе доп багаж вы можете это сделать но смотрите сами как бы стоимость доп багажа в зависимости от его размера будет естественно как бы добавляться к цене этого авиабилета и дальше у нас есть поле где нужно поставить галочку что вы ознакомлены с правилами если вы хотите почитать можете открыть и почитать эти правила и дальше у нас есть три способа оплаты legpay принципе это если вы хотите оплатить гривневой карточкой также есть оплата через финансовую организацию фонде можно оплатить и долларами и евро тоже с карточки и есть рассрочка рассрочку по моему предоставляет приватбанк значит касательно фонде смотрите мы принципе сотрудничаем с фонде уже более трех лет никогда вопросов фонде не вызывало то и все было честно оперативно и удобно если пользоваться сервисом фонде возможно правда по фонде будет какая-то комиссия я не уверен поэтому если что напишите это в комментариях и мы выбираем примеру стандартно у кого карточка приватбанка выбираете способ оплаты legpay вот вы его выбрали если выберете другой здесь появится вот такая галочка на оранжевом фоне все-таки выбираем legpay и нажимаем оплатить нас переводит на страницу оплаты друзья дальше тут все очень стандартно и просто если у вас карточка приватбанка переходите естественно на приложение приватбанка либо приват 24 на компьютере и производите оплату этого билета после чего получаете его на почту если у вас другой банк то в стандартным путем вы также сама пользуетесь формой которая ниже значит это был краткий обзор как же купить билет на спецрейсы которые организовала государство совместно с авиакомпанией sky up для того чтобы вернуть украинцев домой ребят если у вас есть какие-то вопросы вы обязательно пишите это в комментариях либо если есть у вас какое-то мнение вы тоже пишите в комментариях следующий момент это стоимость авиабилетов авиакомпания sky up и государство сказали что это минимальные тарифы которые они могут предоставить для украинцев чтобы вернуть их домой возможно кто-то хотел чтобы их вернули бесплатно я тоже конечно за то чтобы государство смогло обеспечить украинцев и вернуть бесплатно домой из-за границы которые застряли и не могут вернуться я понимаю что возможно у кого-то нету этих денег для того чтобы купить эти билеты но ребят на данный момент времени других вариантов просто нет если у вас нету денег связывайтесь с вашими родными близкими просите о помощи просите чтобы вам может быть одолжили эти деньги но на данный момент никаких других вариантов для того чтобы вернуться домой из-за границы особо нету и да может быть я говорю тарифы не совсем низкие но учитывая как бы эти условия авиакомпания старалась и другого она просто не может предоставить из-за того что она в таком же самом положении сейчас друзья авиакомпании просто в нереальных убытков они таком сложном положении я даже не знаю как бы как они вообще выживут и переживут этот кризис потому что те убытки которые терпит авиакомпании сейчас не только sky up это и другие авиакомпании украинские заграничные авиакомпании когда самолет стоит на земле это просто нереальные убытки для авиакомпании а сейчас все просто парализовано и естественно у авиакомпании ну можно сказать нету средств для того чтобы сделать это бесплатно я думаю они бы очень бы хотели это сделать и все на это конечно надеялись но увы ребят мы имеем то что имеем никто не ожидал то что так произойдет в мире поэтому напишите в комментариях ваше мнение обязательно по этому вопросу что вы считаете я обязательно это все конечно же почитаю на этом все друзья обязательно пишите в комментариях под видео если у вас есть какие-то вопросы касательно авиакомпании sky up возможно у вас касательно вопросы оформления билетов либо еще чего-то вы обязательно напишите все это в комментариях под этим видео если вы покупали расскажите ваш процесс оформления билета если вы столкнулись с какими-то сложностями кстати да если у кого-то что-то не получается купить если выдает что рейса нету возможно уже закончились места если места закончились тогда вам нужно опять обращаться посольство украины и спрашивать что вам делать дальше не затягивайте с этим процессом с оформлением этих билетов потому что желающих вернуться из-за границы домой много украинцев а самолетов рейсов количество ограничено если у вас все-таки не получилось оформить билет то обязательно напишите в комментариях почему у вас не получилось какие ошибки либо причины этому способствовали ребят если не сложно поделитесь этим видео в соц сетях ваших это будет пользу для канала и подписывайтесь на мой канал поддержите мой канал чтобы я мог и дальше вам давать полезную и объективную информацию по всему что происходит в индустрии туризм и вы могли объективно все воспринимать и ориентироваться на правильные источники информации и для этого я стараюсь все сделать чтобы вы все это получали и если у вас есть вопросы то еще раз говорю пишите комментарии под этим видео на этом все желаю всем удачи постарайтесь настроить себя на позитив меньше ведитесь на какие-то фейки в соц сетях и пускай хранит вас господь бог до новых встреч пока пока